у нас тут железная водитель и милосердие интересно, кстати, сочетание железное и милосердие интересный вариант что-то только связано с этим чаем постоянно пьют, постоянно спрашивают в большинстве случаев, что не нальешь, все о нем а это вот он нам больше всего нравится один из культовых сортов чая я даже думаю, знаешь, вот тема такая возникает периодически если предложат выбрать из всего мира китайского чая один какой-то сорт и его в течение долгого времени пить может быть такой жестокий выбор ну, я вот, например, выбрал Гутигойни потому что в нем есть очень многое что есть в разных чаях хотя лучше, конечно, разнообразие цветами пахнет китайцы говорят, что должен пахнуть орхидеей в принципе, орхидеи имеют разный запах часто говорят, даже и неприятный а здесь сплошное удовольствие но обычно традиции переводят как чудесного цветка аромат или аромат чудесной орхидеи орхидеи же у них связана с весной с этим сезоном когда все распускается, растет, пахнет поэтому чай пахнет чудесным весенним цветком орхидеи, который символизирует раннюю весну сейчас попробуем, что у нас еще у нас есть, получится в аромате но чай хороший, чай из деревни Ганде лучше считается чай, производящий деревень я просто пытаюсь настроить обратную связь поэтому немножечко выпал а то вдруг какие-то интересные вопросы будут а мы пропустим, а вроде говорили, что на вопросы будем отвечать цвет яркий, да да нет, на вопросы-то всегда ответить за удовольствие было бы время поговорить о чае тут времени на поговорить очень мало ну хорошо, еще успеваем ну да ой, это первый завар да то я, может, что-нибудь пропустил нет, который, типа, надо вылить там и прочее тоже интересная тема мы вчера еще говорили на тему выливания первой заварки что иногда здесь есть такая коммерческая хитрость ну, ПР, наверное, к ШУ там все-таки относится да, как бы есть в этом смысл, особенно если куском чай завариваешь а здесь я иногда беру и пью этот первый завар как она мне нравится, если чай хорошо сделан она вкусная, приятная что, мы здесь люксовость видим люстровость? люстровость, да да и люксовость люксовость у нас много здесь да, да, да а люстровость? ну, есть неоднородность, да вот по краям она беловат-зеленоватая дальше идет золотистая возвращаемся к жизни да, потихонечку оживаем длинный рабочий день прям хочется чая а хорошего чая вы как хочется вообще, вот, он позеленел за последнее время гуанинь, я имею в виду не тот конкретно сорт, который мы сейчас пьем а сам по себе, как чай в Китае же есть чайные моды вот, когда я с этим чаем первый раз познакомился попробовал его да, надо рассказать это был год 98-й вот, он был такой посильнее скрученный вот, где-то пошел и вкус у него был более зрелый более объемный, густой потом, ну, когда-то один производитель я это считал ценой да, один производитель в Китае сделал чай позеленее то есть, видимо, или ферментацию меньше провел как бы, или меньше делал обжарку да, вот, где-то в середине 2000-х годов стал чай потихонечку зеленеть но более консервативные производители делали как раньше находил спрос этот чай а какие-то, может быть, молодые хозяйства делали чай на волне новой моды а почему это произошло? то есть, зачем это начали делать? а есть идея стали делать потому, что традиционных китайцев ну, можно сказать, что людей старшего возраста или более опытных чая больше привлекают вкус вот, если мы с китайцем будем пить чай можно даже обратить внимание на то вот, когда не знаешь языка смотришь просто за движениями за действиями, за поведением явно человек удовольствие испытывает от вкуса больше, чем от аромата и вдыхая чай как-нибудь так а разве как-то довольно небрежно вот мы, в принципе, сейчас пьем им просто из пиала для китайцев очень важен именно вкус чая так вот, в стилистике вот этих старых любителей чая в Китае именно вкус красивый, да? лучше проявлялся в том чай, который был сделан в конце 90-х годов а молодежь требовала более яркого аромата более сильного внешнего эффекта потому что аромат это первое, с чем мы в чай сталкиваемся вот мы снимаем крышку с горевания аромат и чем чай меньше прожарен чем он зеленее, тем у него ярче спектр этого аромата как будто веер над нами раскрывается а длительность аромата? длительность аромата, в принципе, если чай хороший тегуанинь, он будет довольно длинный и у молодого вкуса, где позеленее чай и у того, который более зрелый там структурирован аромат по-другому больше сладких нот то есть пошло веяние моды, оно не зависело от того, что надо было продавать дешевый чай? нет, это веяние скорее от того, какой люди запрашивали впечатление и то, что в Китае в самом чуть-чуть акцент стал смещаться в сторону наслаждения ароматом нежели наслаждение вкусом или он в пропорции 50 на 50 установился ладно, ладно, у нас-то что? а у нас, как бы, мы наблюдаем за Китаем потому что мы на их моду чайной влиять не можем вот русским, которые чай закупали раньше казалось, что они такие какие-то особенные движения в Китае делают что это как-то влияет на предложение китайское но на самом деле это преувеличение там своя жизнь, свои принципы, свои подходы но они всегда регулируются любое понимание чая поэтому мы за ним следим, за ним наблюдаем вот, и просто нужно отслеживать эти моменты и знать, что эта мода существует вот чай потихоньку раскрывался все-таки более зрелый такой, да, интересует наших потребителей в России? ну, потребителей в России, да, интересует более зрелый, более насыщенный вкус хотя и яркий аромат тоже людям нравится а почему тогда, в принципе, тигуанин настолько привлекает внимание? из-за того, что сильный аромат? он привлекает внимание гармонии то есть сильный аромат, сильный вкус приятное гармонизирующее воздействие на организм вот я одно время заваривал в течение какого-то длительного периода времени тигуанин людям, которые занимались, практиковали йогу на занятиях йоговской они говорили, что из всех чаев они выбрали именно йогу после него очень хорошо расслабляет скелетная мускулатура отлично люди тянутся поэтому для спортсменов перед занятиями для тех, кто йогой занимается каким-то практиком, тигуанин у них благоприятен он действительно такой миорелаксант хороший приятное, комфортное состояние создает действительно приятное, комфортное состояние могу подтвердить, потому что после рабочего дня прям все больше и больше возвращает жизнь ну и чай у нас потихоньку раскрывается поэтому получаем удовольствие от аромата и от вкуса как некий идеальный китайец это практически безальтернативный чай если хочется сделать так, чтобы понравился всем да, вначале, да то есть человек, даже не знакомый с китайскими чаями если ему в первую очередь показываешь тигуанин раскрываешь его, даешь попробовать в принципе, get wow да, причем интересные эпитеты вот знаешь, когда первый раз человек угощаешь чаем очень часто говорят ну это же зеленый чай говоришь там, ну нет, это улун хотя спорт на самом деле не принципиальный главное, чтобы чай был приятный пить чтобы у него был отличный аромат натуральный чтобы он хорошо действовал на организм, на здоровье вызывал эмоциональный какой-то подъем а как он называется, это не суть важная это важно на уровне выбора чая вот когда мы чай, например, выбираем важно установить его родину, его происхождение для того, чтобы за чай заплатить именно те деньги, которые он стоит чтобы купить чай с историей купить чай с серьезным прошлым который в себя все это впитывает но тем не менее, когда гуанин называют зеленым чаем в принципе, это не такая уж ересь потому что китайцы иногда вот эти улуны называют вообще цинча переводится цин по-разному как синий-зеленый можно переводить как свежий, молодой то есть чай с молодым, свежим, довольно-таки зеленым вкусом но в то же время, как улун структурирован у него сладкое зерно название бирюзового имеет место быть? ну, название бирюзового вообще это не совсем, конечно, корректный перевод там другой иероглиф цин обычно переводят как синий-зеленый может быть, направляя внимание именно на цвет сердца листа или спитового чая можно переводить как свежий, молодой может быть, поделимся какими-то советами как вообще понять, что пьем да, в зависимости, ну, если мы не берем так, опытного человека в чаях да, пришел человек, хочет попить да, хочет попить что-то хорошее наработать вкус да, и, в общем-то, какие советы можно дать именно по тигуанинию по тигуанинию, ну, как бы, во-первых, сейчас в Китае, опять же, если говорить о китайской чайной моде мода на чай без черешков то есть, вот, в конце 90-х годов черешки в чай в основном оставляли ну, их тоже частично убирали но они там виднелись была такая мода сейчас мода в основном на чистый чай без черешков о, я даже видел это, на черешки с листью да, мы тут, конечно, не делаем да, но это уже, как бы, наша такая больше, как бы, российская реальность потому что, конечно, сейчас это в Китае в основном проковывается то есть, когда чай готов, эти черешки вручную отсоединяют и вот он такой аккуратный, ровненький есть в этом свои плюсы, как бы, свои минусы но в основном, хороший тигуани, сейчас, когда мы его покупаем он должен быть без черешков, ровной, аккуратной формы глубокого, яркого цвета и очень приятного, душистого аромата не должно быть оттенка жареного, печеного но это уже в процессе заваривания а вот на процессе отбора в процессе отбора, да, можно подюхать чай должен обладать в сухом виде тонким, цветочным, приятным ароматом просто практически любой тигуанин когда берут, там, даже непонятно какого качества он все равно обладает каким-то ароматом вот насколько он там сочный, насыщенный и так далее это крайне сложно понять, на самом деле да, 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 здесь у нас идеально особая, прилипающая поставка к гайване особая гайване, сделанная вручную, столетним мастером да, 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 да в особом определенном состоянии сознания, которое он достиг с помощью питья гуанинь в одном количестве гуанинь явно способствует, да яркий чай цвет, вот опять же, гуанинь же это горный чай цвет насыщенный очень сейчас насыщенный и в то же время яркий, живой это тоже признак свежести чая вот отвечая на твой вопрос для того, чтобы понять чай, его, конечно, идеально еще и заварить тогда понимаешь, как он на тебя воздействует как хорошо структурирован аромат, вкус но в целом, когда вот с сухим чаем знакомишься живой и активный цвет и когда аромат дыхаешь, он должен иметь глубину то есть, вот дышишь, например один раз вдохнул и вроде аромат куда-то исчез, пропал а когда чай дорогой, высококачественный дышишь и все время ты попадаешь глубже и глубже в этот аромат кажется, что он идет в дыхание в носогубные пазухи ты вдыхаешь его и ты уже дышишь он от сухого чая сохраняется в дыхании вот это очень приятный эффект он бывает только у классного чая какой сбор лучше покупать? то есть, вообще, что является предметом того, что это самое лучшее? чай улунский по традиции собирать 4 раза в год лето мы сразу отметаем потому что летний период это пустое время слишком много дождей идет слишком быстро растет лист это заводское чистое селье что такое слишком быстро растет лист? это значит, что он не набирает не набирает аромата, вкуса и всего остального чтобы понимали идеальный сезон их три это весна, осень и есть еще один секретный сезон зима на стыке осень и зимы ну, китайцы живут, я имею ввиду крестьяне по фенологическому календарю, по природному там зима начинается в ноябре вот ноябрьский гуанин, который в течение месяца ноября собран, он зимний в нем такой прихус есть, талой воды приятный такое впечатление, что действительно, как будто капельки вот этого растаявшего снега, который там, конечно, в это время еще нет попали в чашки крайне оригинальные всего 5% от общего урожая зимний чай составляет а есть ли все-таки какое-то понимание, что вот в этот сезон будет наиболее хорошим чай или можно вот эти три сезона взять ну, предположить, да, предположить можно, но каждый раз это некая неожиданность обычно китайцы говорят так весной в чай мы ценим больше аромат он лучше по аромату осенний чай, соответственно, зимний, лучше, интереснее по вкусу осенний и зимний чай больше хранится они побольше хранятся, да ну, а весенний можно выпить в течение лет и вообще гуанин предоставляет возможность всегда быть самым свежим чаем понятно давайте еще раскроем такую вещь, как сколько хранится потому что у нас иногда там продается как двухлетний тигуанин ну, вообще гуанин хранится от урожая до урожая следующего года этого же чая это год максимума это по максимуму, да итог, где он хранится, то есть где лучше хранить вообще? давайте так тоже поймем хранить лучше всего сейчас в Китае используют для хранения чая холодильники обычно режим плюс это режим хранения фруктов, овощей то есть если мы положили, купили пакетик к тигуанине положили к фруктам, это нормально герметично упакованный, да либо в какой-то контейнер можно еще положить дополнительно с притирающейся крышкой и так хранить а дальше мы что делаем? мы его как-то оттуда вытаскиваем вытаскиваешь он на какое-то время должен немножечко согреться ну так наверное все остальные продукты и потом уже соответственно можно его заваривать вот таким вот образом он в течении года в принципе сохраняет свою сверстину да, довольно хорошо сохраняется то есть то, что на полках магазин пролежало два года, что мы с этим делаем? ну что с этим делаем? ну скорее всего нужно пройти мимо особенно из заявленной обычной гуани есть всякие экзотические, редкие сорта то есть в которых там проведена специальная прожарка у чая которая способствует его длительному хранению в магазине нет таких но они намного даже бывают дороже, чем тигуани с молодым ароматом они для ценителей я думаю со временем о таких чаях поговорим и расскажем старые луны это отдельная тема про жареные старые луны не терпится рассказать ну они классно прогревают вообще и тигуанини во всем его разнообразии позволяет с одним чаем быть во все сезоны так, сколько же у нас уже получается все? давайте что поймем я уже еще терял, ну минут 15 наверное интересно, наши зрители не устали еще слушать? как думаете, Василий? я не знаю, мы получаем удовольствие пьем чай, общаемся показываем дальше? показываем, в принципе можно вообще со временем придумать такой интерактивный формат что мы будем пить один и тот же чай и делиться своими ощущениями по 4 часа в сутки это тоже возможно то есть люди когда смогли, тогда и вышли попали на самое интересное а мы пьем, пьем, пьем ну кстати говоря, делайте свои выводы в принципе можно пить с нами главное делать заявочку говорит, что хочу мы рассмотрим такой вариант да и задавайте какие-то вопросы о чае на которые мы с удовольствием ответим сейчас послевкусие это очень интересное пошло то есть чай тоже это одна из драгоценностей и гуанин можно не бояться подержать его перенастоять практически невозможно просто, как мы говорили каждую следующую заварку нужно делать дольше, чем предыдущую чтобы была вот эта восходящая динамика к чаю становится все больше и больше а было совсем мало мы же показали, да, сколько всего было? ну да, показали я думаю, наши зрители оценили какое маленькое количество мы положили изначально еще можно, кстати, в такие кулички поиграть чайные такая отдельная прикольная тема да, здесь рано или уже пора? нет, конечно, рано просто мы такой возвращающийся куличик как в практике, да давайте раскроем пока вот так мы все это дело перевернули возвращающийся куличик потом постучали может пригласить детей да, может кто-то отзовется, я не знаю в чай там оп, оп кстати говоря, получилось получилось вот отсюда вдыхается аромат за края так можно не вернуться прямой пик и обратно листья высыпаем что только не делаем, да да, и еще раз завариваем зелень а это у нас специально выпало для того, чтобы показать вообще что за лист да, лист у тигуанини эластичный тянется говоря, кстати, что там можно увидеть зажабью спину он такой морщинистый покрыт складочками как будто спинка у этого земного надеюсь, что все видно слегка ферментирован ну да, по краям ферментирован в середине почти не ферментированный вот особенность луна в этом какой насыщенный цвет сейчас сделаем еще одну заварку после нашего подъема переворота согреем угу где покупать такой чай где покупать нормальный чай вот ну все-таки каждый раз я сталкиваюсь с этими вопросами люди спрашивают где купить нормальный чай вот сегодня пришел даже молодой человек говорит я купил непонятно что вообще не нравится ни вкус, ни цвет, ни запаха нам постоянно говорят что даже за приличные деньги покупают тоже непонятно что то есть как с этим бороться и что делать ну бороться нам не надо других вариантов нет пробовать не бояться чая который довольно дорого стоит потому что на самом деле когда мы пересчитываем это на чайпите получается это не так уж и болезненно потому что для хорошего чая совсем немного требуется листа для заварки формировать свой собственный вкус можно пить как бы с тем человеком который привез чай который предлагает его вам этот момент тоже довольно важен либо вы берете пробники разных чаев разного уровня смотрите разницу используете хорошую воду и чай себя проявляет и вы сможете его понять сформировать не ну вот гипотетически да наверное гипотетически но это реально правда да человек приходит в одно место говорит вот мне нужен тигуанини ему дают тигуанини он говорит мне там пробничек сколько десять грамм давайте десять грамм соответственно мы там ну примерно два сорта зависели он приходит домой один попил другой попил вообще не понятно что что это такое пошел в другое место после этого то же самое в третье пятое десятое после этого он говорит где искать где искать нормальный тигуани ну чтобы можно было как-то сравнить даже если единожды его попробовав или там несколько раз попробовав действительно хороший тигуани я могу сказать что я вот точно выберу то что мне нужно и даже в самом начале еще не покупая его я буду понимать хотя бы приблизительно что я покупаю что-то ну близко к хорошему вот где куда прийти чтобы там не бегать по всем странам мира и по всем городам адреса явки пароли короче ну типа того да то есть что в принципе сделать то ему ну человеку надо помочь ну самое самое простое действие это прийти как бы к нам заглянуть к нам на ресурс к нам куда tivan.ru попробовать китайский чай номер один да мы гуанинь любим уже давно определенные отношения с этим чаем установились и основной принцип по которому мы к чаю подходим сами мы предлагаем людям только то что мы пьем сами и любим пьем мы это и любим потому что многолетний опыт да и нам это нравится вот и важно что начало нашего чайного пути пришлось на то время когда в китае было легче найти эталонный чай и сформировать его вкус это объективная реальность сейчас такой хаос на китайском рынке что я не знаю вот молодые ребята которые ездят за чаем как они могут сформировать свой собственный вкус на высоком уровне когда эталонные образцы почти не находимы ну и мы столкнулись с тем что даже не понимают как один чай должен выглядеть да как другое вообще называется и так далее то есть пьют и считают что они пьют один чай на самом деле это другое и наоборот ну да главное в этом отношении любить себя выработать свое понимание и уважать того человека которому ты предлагаешь чай то есть передаешь вместе с чаем частичку себя своей души свое отношение своей любви в принципе уважение кроется в профессионализме да естественно вот это правильный путь это правильное развитие и развитие бизнеса и развитие собственного вкусов чая чай в этом плане продукт уникальный он дает нам возможности в том числе и вместе с нашими друзьями покупателями тоже развиваться потому что мы смотрим за вкусами мы стараемся держать вкус на высоком уровне и в то же время реагировать на запросы на интересы людей потому что зачастую в России может людям понадобиться что-то что сейчас в Китае не на волне моды можно найти и это тоже привести да потому что в Китае есть доминанта как бы моды в чаре но есть и грани нюансы всегда можно найти что-то особенное и что все-таки лучше пить тигуанин да то есть что из посуды можно использовать из посуды помимо чашек китайцы в основном пьют из чашек просто из чашек да тайваньцы например ну тоже китайцы но которые живут на острове Тайвань они любят чайные пары в Тайване в принципе тигуанин достаточно хорошо расписали тигуанин там делают на севере но его делают в своеобразной стилистике вот повторить материковый вкус не могут вот но как тайваньский чай нравится на материке так и на Тайване нравится вкус материкового гуанин то есть тут повторить друг друга невозможно то есть чаш привозят с материка для себя да для знатоков понятно где-то еще делают тигуанин вообще сталкивались вы где-нибудь не знаю там в печати или может быть в живую чтобы где-то еще делали ну или пытались делать попытки есть например в северном Таиланде там есть такой район Месолонг горный там в этом районе делают чай который называют тигуанин ладно а вот в самом Китае то где скажем так вероятность выше сделать хороший чай откуда лучше всего купать я не думаю пришел оттуда да я понял это южная часть провинции Фудзянь уест Анси горный район там есть чайные деревеньки которые внутри этого горного района расположены самая лучшая чайная деревня это Ганде то есть там мастера по скручиванию приготовлению чая его обработки чайного листа в гуанине 50 процентов дает природа 50 процентов дает человек его труд его внимание вот это например ганде гуанин и он как раз сделан с особым приложением внимания семья чаеводческая наши друзья как бы они давно делают этот чай и он у них получается очень хорошо стабильный по качеству вот сейчас буквально вот на днях как бы со дня на день ожидаем нового весеннего гуанине майского кстати тоже хочу наших друзей предупредить наших слушателей да и покупателей да и покупателей тоже что часто весной продается слишком ранний чай то есть когда еще хорошего гуанини не делают или не делают из гуаниниевого листа вот первой гуанини апрельский там чай допустим мартовский это конечно абсурд нонсенс то есть хороший гуанини весенний это только май то есть примерно где-то к 20 мая он в основном собран обработан и в торговлю где-то поступает начинает поступать в июне месяце там пару недель который должен отлежаться сразу свежий чай не пьют пока он дойдет до России соответственно это где-то середина вторая половина июня это реальность появления хорошего весеннего гуанини на российском чайном рынке поэтому в апреле чай под названием весенний гуанин да и в мае тоже лучше не покупать как правило это фейк либо чай сделан из другого более скороспелого чайного сорта где-нибудь невысоко в горах высоко в горах большая разница ночных и дневных температур там все происходит позднее понятно а что непосредственно за деревья или кусты откуда вообще собирают чаще собираются кустов причем они не скоростущие они не достигают и пояса обычно даже чуть выше колена такие коренастые кустики раскидистые маленькие кустики еще у нас один куличик тоже можно роман отдохнуть пересобрали куличик да 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 и вот вот это сжатая знаменитая поверхность листа то что называют жаби спина такая вся в морщинках в складочках красивый лист красивый это настоящий сорт гуанинь он называется именно дерево чайного чайное дерево гуанинь хун синь почему тогда дерево красный синь ну чай это вообще ботанически это дерево просто в результате культивации селекции ему придается кустовидная форма которая удобнее именно в селекционной работе то есть чай удобнее высаживать из чая удобно создавать чайные сады вот мы в предыдущем эфире кушали да лист что с этим рекомендую ну по идее съесть можно но конечно он плотноват не проживешь следите за эфиром и посмотрите что можно есть да и что вкусно ну из него можно например ему хорошо протирать лицо вот я всех дам обращаю внимание что китаянки после чаепетия протирают этим чаем лицо и состояние тургор кожи улучшается когда с пятым чаем протираешь и приятный такой освеживающий эффект поэтому для мальчика тоже полезно вот для всех остается еще приятный запах и на руках может быть мы это за эфиром да нет все должны видеть у нас нет секретов понятно не но есть желание там это сделать подольше да так что девушкам вообще рекомендую протирать наслаждаясь листом вот еще в китае и в россии собственно из пятого листа они делают такие думки то есть лист можно высушить потом использовать в качестве наполнительной подушки иначе долго будет истощать аромат приятный вот у нас все идет в ход лист зеленый листочек то есть вот центральная часть все практически зеленое и только края у нас ферментированный поэтому он и называется слабо ферментированный кто не понимает что такое ферментированный он изменен по цвету по крайней мере это вот явно видно да там ферментации это можно рассказать если кто не слышал наше предыдущее видео но тем не менее цвет немножко другой то есть он коричневое отдаёт и китайский высокого качества ну что заканчиваем на сегодня наверное эфир, что мы слишком длинно, затянем люди будут говорить, куда вы столько наговорили ну что, мы пьем, говорим нам в удовольствие всем пока, до завтра надеюсь, что мы выйдем опять